Странное сочетание билборда и пространства. Всем привет, это снова я, и мы с вами продолжаем наше большое путешествие по Америке. Сегодня мы отправимся в Новый Орлеан для того, чтобы погулять по очень атмосферному старому кладбищу. И расскажу удивительную историю его появления, а также не менее удивительной историей тех, кто там похоронен. От крупных политиков, генералов армии конфедерации и успешных бизнесменов, до бедных итальянских эмигрантов и владелицы самого известного в городе Борделя. Ну что, погнали в Новый Орлеан. И на камнях растут деревья. Мы подошли к одному из, как мне кажется, очень интересных мест. Ну, во всяком случае, те, кто меня смотрит постоянно, знают, что я такими местами интересуюсь и увлекаюсь. Главное, чтобы оно было открыто, а не закрыто. Сейчас уже ничего нельзя гарантировать в наши сложные времена, но через секунду мы это узнаем. Ну вот видите как, оно закрыто. Ну, есть еще другое, еще одно кладбище, и мы сходим на него сейчас. Называется Луфаэт, кладбище Луфаэт номер один, есть еще номер два. Пойдем туда. Ну, у кладбища вот такой вот график работы, странный, но оно закрыто при этом еще два часа. Но оно не работает, и я посмотрел, то кладбище, которое номер два, оно закрывается в два часа, то есть оно уже закрылось. Это очень-очень странно, непонятно, чем это обусловлено, но, наверное, какие-то есть на это причины. Странно, что кладбище вообще закрывается в середине дня, потому что, ну а кому тут, кто тут будет их беспокоить? Почему до трех можно, а после нет? Пытался пойти на одно из старых городских кладбищ, но оказалось, что здесь только с экскурсиями. Одному войти нельзя. Немножко странная для меня ситуация, конечно, с одной стороны. С другой стороны, ну, в общем, наверное, то есть причины, почему так делают. То есть можно только в составе организованной группы, нельзя прийти одному и просто погулять по этому кладбищу. За забором видно, что красиво, но на тур я, конечно, уже в этот раз не успею, к сожалению. Сейчас поеду на другое, съезжу, может, там проще все. Когда я путешествовал по Новому Орляну, то не мог не зайти на городские кладбища. К сожалению, мне не повезло с теми, что находятся рядом с центром и стали туристическими достопримечательностями. Первые два были закрыты, а для посещения третьего надо было заранее покупать билеты. Тогда я отправился туда, куда обычные туристы, как правило, уже не доходят. На старое, но еще действующее кладбище Мэттери, находящееся в районе, который часто называют городом мертвых. Чтобы добраться до необычных мест Нового Орляна, в том числе до его кладбищ, можно воспользоваться одним из атмосферных старых трамваев. А чтобы добраться до любой точки мира, достаточно просто купить дешевые билеты на авиасейлс и отправиться в путешествие. Авиасейлс. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Эта кладбища тоже закрыта. Называется номер два. Написано, что должно быть открыто. Но на самом деле нет. И это кладбище тоже закрыто. Вот так вот мне не повезло с кладбищами. Да здесь какая-то интересная ситуация с кладбищами. Я видел вот такая вот огромная стена. Это как будто тюрьма. На самом деле это какое-то кладбище внутри с мавзолеями. Хотел туда зайти. Написано, что только для членов семей и владельцев участков вход. По пути я встретил первое кладбище довольно необычного вида. Мавзолейный комплекс «Хоуп», что переводится как «Надежда». Первый общественный мавзолей в Новом Орлеане, построенный в 1931 году. На закрытой территории стоит большое здание в редком для этих мест стиле ар-деко, чем-то напоминающее торговый центр. Особенно внутри. Только вместо витрин магазинов – усыпальницы для сел. По соседству ухоженный двор с отдельно стоящими мавзолеями. Войти внутрь можно только через одну дверь. И чтобы это сделать, надо быть родственником кого-то, кто там похоронен. Туристов и фотографов внутрь, к сожалению, не пускают. По сути, этот мавзолейный комплекс – своеобразный вариант урбанизации кладбищ и превращения их в многоэтажные комплексы. Прошло время, и подобные мавзолеи стали обычным явлением на многих американских кладбищах. И на входе же стоит датчик, что вы заходите, и у них сразу начинает пищать. То есть, они еще не просто это запрещают, они еще за этим следят. Написано, что туристам нельзя, ничего нельзя, только те, кто здесь похоронен, и их родственники. Я такого с кладбищем, кстати, никогда не видел. Смотрите, какая штука интересная. Вот это вот все – это стена кладбища. Здесь раньше тоже был вход, но я так понимаю, что он закрыт. Странное сочетание билборда и пространства. Сочетание билборда и пространства. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что в этой части города сконцентрировано большое количество городских кладбищ. Когда-то, когда их еще только обустраивали, это была городская окраина, и кладбище размещали подальше от живой застройки, чтобы мертвые не мешали живым. Потом город разросся, и сейчас кладбище находится прямо внутри городской застройки на пересечении нескольких больших автомобильных дорог. Когда-то кладбища делились по религиозному, национальному или даже профессиональному признаку. Были кладбища для пожарных, для пациентов в больнице, отдельное кладбище для католиков, протестантов, были еврейские, китайские и прочие их захоронения. А еще на кладбищах Новорляна, как и в жизни, была расовая сегрегация. До отмены законов Джима Кроу чернокожих жителей города хранили либо на своих собственных кладбищах, либо на специально выделенных участках. Сейчас кладбище делится на действующие и недействующие. Никаких ограничений касательно религии, цвета кожи и прочего, к счастью, уже давно не существует. Исторические Новорлянские кладбища можно разделить на два типа. Первый – ранние, созданные еще под испанским влиянием. Они похожи на небольшие городки с плотной застройкой, где почти нет зелени. Их еще часто называют городами мертвых. Второй тип – это более поздние кладбища, спроектированные по законам ландшафтного дизайна. Их называют «рурал» – сельские. Мода на них пришла с северных штатов. Самыми известными сельскими кладбищами были Маунт Обор в Массачусетсе, Лорел Хилл в Филадельфии и Гринвуд в Бруклине. Они являлись предшественниками городских парков, были спроектированы как парки, но с могилами и мавзолеями среди живописных дорожек и деревьев. Именно этот тип изменил представление о том, как должно выглядеть кладбище, и стал самым популярным на рубеже 19-20 веков. Самые богатые и роскошные кладбища Америки спроектированы и построены как сельские. Здесь вообще какой-то кладбищенский район, кладбище со всех сторон. Разные. Католическое было. Ого! Ничего себе могила с оленем. Мавзолей. Ну хотя бы открыто. Уже хорошо. Вот большое кладбище, куда я ехал, которое открыто, в котором можно ездить на машине, но вот визуально, по дизайну кладбищенского пространства, если можно так это назвать, это, конечно, кладбище, похоже на большие Нью-Йоркские, как Вудлон, как Гринвуд. Вот оно уже сделано в том же самом мавзолейном стиле, когда мавзолей большие и стоят уже часто на приличных участках, что, в общем-то, дорого, как вы понимаете. Потому что купить одно дело участок и построить мавзолей, другое дело купить землю, просто ради того, чтобы земля была. Собака храняет вход. На протяжении двух десятилетий конный ипподром Меттери был главным местом проведения скачек в Новом Орлеане. Здесь проходили поистине эпические гонки, на которых выигрывали и проигрывали целые состояния. Трасса Меттери стала настоящей меккой для владельцев выдающихся чистокровных лошадей того времени, которые приезжали сюда со всех Соединенных Штатов. Владел апподромом жокей-клуб Меттери, который был закрытым элитарным обществом, членство в котором было очень сложно получить. Бизнесмен Чарльз Ховард приехал в Новый Орлеан из Филадельфии в 1850 году и организовал первую в Луизиане лотерею. Заработав в приличном состоянии, он построил роскошный дом на Сент-Чарльз-Эйвеню и начал активно интегрироваться в местное общество. Жокей-клуб Меттери отказал ему в членстве, несмотря на все приложенные Ховардом усилия и огромные благотворительные пожертвования. Отказ так сильно разозлил Ховарда, что он поклялся отомстить клубу и превратить ипподром в кладбище. С началом гражданской войны скачки на Меттери прекратились, а территорию превратили в военный лагерь армии конфедерации. После окончания войны ипподром обанкротился, и тут на сцену вышел Ховард, который не забыл про свое обещание. Он купил ипподром и превратил его в кладбище, сохранив первоначальное название и контуры трассы. Теперь там, где когда-то соревновались дорогие скаковые лошади, стоят мавзолей богатых граждан Новоорлеана, включая мавзолей самого Чарльза Ховарда. Ипподромное прошлое легко увидеть, если посмотреть на кладбище с высоты птичьего полета. Несмотря на драматичную историю, кладбище стало самым престижным и красивым в Новом Орлеане. Мне, конечно, не повезло с погодой и временем года, чтобы оценить всю его красоту, но в той новоорлеанской и почти питерской серости было свое очарование. Особенно, когда дело касалось прогулки по кладбищу. Я так понимаю, что здесь из-за болотистой местности хоронят людей вот в этих вот мавзолейчиках и склепах. Хоронят над землей, а не под землей. Поэтому кладбище выглядит вообще не так, как мы привыкли. И вот это, конечно, прям удивило меня. Кто-то поставил себе такого большого оленя. То есть могила есть, но она все равно над землей сделана. Что-то из гранита, типа какого-то такого каркаса. Видите, как это сделано? То есть из камня собирается фундамент, наверное, такой могильный, надземный. А в него уже закапывают человека. Это закон не видно. У нас же какие-то свежие захоронения есть. 2001 год вот только что был. И камень другой, чем в Нью-Йорке. Какой-то мрамор серый здесь очень популярен. Или гранит такой серый. Но они все, видите, серого цвета. У нас же либо гранит, ну не серый, а вот такой серо-белый. У нас же только либо серый, либо белый мрамор. Такого камня я не видел вообще. Если вы были богаты и жили в Новом Орлеане в 19 веке, то, скорее всего, после смерти оказались бы на кладбище Мэттери. Здесь похоронено 9 губернаторов Луизианы, 7 мэров Нового Орлеана и 3 генерала конфедерации. Джайферсон Дэвис, президент конфедерации, некоторое время был похоронен здесь, прежде чем его останки выкопали и перевезли в Ричмонд, Вирджинию. Помимо политиков здесь похоронены известные джазовые музыканты, такие как Луи Прима и Алхирт, бизнесмены, писатели, спортсмены и даже боссы мафии. Новый Орлеан находится на уровне моря, что приводит к высокому уровню грунтовых вод в почве. Во время ураганов и наводнений кладбище вообще может затопить. По этой причине в городе исторически была своя собственная технология обустройства захоронений, не похожая на другие города. Я расскажу о ней в самом конце, так как боюсь, что не все захотят слушать подробности. Главным преимуществом Мэтри было то, что территория кладбища находилась на возвышенности, что позволяло обустраивать привычные могилы вместо надземных гробниц. Кладбище открылось в 1872 году и стало самым роскошным и дорогим в городе. В 19 веке в Америку пришла мода на живописные кладбищенские пространства и эстетику красивой смерти. И Мэтри стала полноценным воплощением этих тенденций. Парковый дизайн сделал кладбище Мэтри популярным местом для прогулок и отдыха горожан. По мере заполнения пространства роскошными гробницами, военными курганами и мавзолеями членов высшего общества, привлекательность кладбища только возросла. Здесь гуляли по дорожкам, катались на конных экипажах и устраивали пикники на траве. Среди местных элит проходило соревнование за то, как они будут выглядеть после своей смерти. И это при том, что участники начинали соревноваться еще при жизни, заказывая себе и своим близким роскошные усыпальницы в виде древнегреческих храмов, готических часовен, руин замков, изящных павильонов, кельтских крестов и множества других архитектурных форм. Строительством мавзолеев занимались именитые архитекторы, а материалы для их строительства везли со всего света. Мавзолеи стоили целое состояние, а на деньги, потраченные на покупку участка их строительства, можно было купить хороший дом, а иногда даже не один. Давайте посмотрим на некоторые интересные мавзолеи и мемориалы. Это уже более современная часть. Я так понимаю, что здесь уже период захоронения более поздний и более систематизированный. Уже разделено все на участки, и на каждом свой тип захоронений. Где-то вот такие могилы, где-то мавзолеи. Но уже все, конечно, гораздо проще. Архитектурные, я имею в виду. Вот это весьма необычный участок. Я такого дизайна еще не видел. Здесь могильные камни. Бронзовые причем. На которых фамилия человека, который похоронен. И специальная подставка для свечи. Не везде они остались. Где-то их поотламывали. В общем, целый участок. Вполне возможно, что у него какая-то история есть. Может быть, с какой-то большой трагедией связанной. Может быть, просто какая-то община выкупала землю. И хранила здесь своих членов. Такое тоже было. Ух ты! А вот это вот. Ничего себе! Это, конечно, один из самых для меня интересных мавзолеев. Ничего подобного я никогда не видел. Я видел православные мавзолеи. Но никогда они не были в византийском стиле. А это прямо чистая Византия. Кто это у нас? Вообще, может быть, никак не связано. Лаура Барнегард. Вай, жена Чеза Чарльза, наверное. Варендона. 1884 год. Гробница с очень необычной для американских кладбищ архитектурой была построена генералом Пьером Гюстовым Тутан де Бордегаром, который был одним из самых выдающихся и успешных генералов армии конфедерации. Когда его единственная дочь Лора, которую он просто обожал, умерла в возрасте 34 лет, то убитый горем отец приказал построить для нее гробницу на кладбище Метари. Беседка, совмещенная со склепом, выполнена из бельгийского известняка и, как полагают, была вырезана в Европе, а затем переправлена в Новый Орлян и смонтирована на кладбище. Дизайн выполнен в стиле мавританского возрождения, а купол увенчан православным крестом. Почему гробница такой необычный стиль, мне выяснить так и не удалось. Не могу сказать, что прям массово было увлечение подобными формами, но пирамидальные мавзолеи встречаются, в общем, достаточно часто на кладбищах. Мало того, на одном из кладбищ, которые, к сожалению, закрыты, себе такой мавзолей построил Николас Кейдж. Знаете такого актера, наверное. Это очень интересный образец того, как повлияло открытие могилы Тутанхамона на кладбищенскую архитектуру и моду. Вот смотрите, вот эти все египетские... Египетский символизм, он вошел. Вот тут, правда, как мне кажется, замешан и Египет в виде сфинкса, и, мне кажется, это Древняя Греция. Наверное, это кто-то из богинь, но я сейчас не возьмусь вспомнить, кто. Вот так она держит руку. Брансвинг. Вообще неплохо сохранившаяся, надо сказать, мурамбурная скульптура. Они очень климату восприимчивы и к городской среде. Руки им уже отреставрировали, кто-то отломал. И свинц. Это же очень интересно. Он треснул, но его тоже ремонтировали. Один из самых фотографируемых мавзолеев на кладбище был построен по заказу французского эмигранта Люсьена Наполеона Брансвига, который заработал состояние на фармацевтике. Когда его маленький сын и жена умерли с разницей в один месяц, он похоронил их в специально построенной по его заказу пирамиде. Входные двери в усыпальницу охраняет сфинкс, а женщина с кувшином для либации указывает на семейную фамилию над входом. После смерти жены Люсьен уехал в Лос-Анджелес, где еще раз женился, завел детей и прожил более 50 лет. После его смерти тело отправили обратно в Новый Орлеан и похоронили внутри пирамиды. На этом пятачке весьма интересное захоронение. Монументы, которых я не видел никогда. Смотрите, ну я так понимаю, что это какой-то генерал армии. Это его мавзолей. Но у него как драйвей к дому сделан. Подъезд такой. Ну и высокая стелла, на которой, наверное, стоит его памятник. Армия Северной Вирджинии. О, здесь не только он. Здесь очень много солдат. Конфедераты. Смотрите. А имена уже практически стерлись. То есть это захоронение военное. Это не только генерал. Жена Элизабет Хау Берно умерла в возрасте 38 лет. Похоронена своим мужем Августус Берно, который родился в Греции, в Афинах и умер в 1893 году в возрасте 47 лет. Молодые они тут все были. Мавзолеи сейчас жанр редкий, я бы сказал. Очень редкий. Сейчас редко строят новые мавзолеи на кладбищах. Стали больше кремировать гораздо и хранить. Ну вот, смотрите. Новый мавзолей. Еще в процессе строительства. Можно посмотреть его внутреннее устройство. Есть подземная часть. И два этажа сверху. Интересно, что напротив кладбища стоят жилые дома. Но это не то, чтобы как-то необычно. Это часто бывает. Необычно другое, что у человека, который здесь живет, есть своя собственная калитка, чтобы из дома с участка зайти на кладбище. У его соседа, кстати, тоже. Вот такого я никогда не видел. Причем здесь такие богатые дома, большие стоят. Еще один удивительный мавзолей. Ничего подобного тоже никогда не видел. И сделанный в виде крепостных башен. Такая готика. Как будто это мини... Мини-крепость какая-то. Чья-то. Захотел же владелец. Вот такой именно дизайн. Очень необычно. Причем не просто в виде крепости, а в виде руин-крепости. Глядя на эту гробницу, кажется, что она пришла в упадок и постепенно разрушается. Но на самом деле она находится в довольно хорошем состоянии и должна простоять еще много лет. Гробница Игона, построенная в конце 19 века из мрамора сорта Теннесси, является одной из самых уникальных и креативных гробниц в мире. За внешний вид ее часто называют разрушенным замком. Дизайн взят от маленькой часовни семейном поместье Игонов в Ирландии, которая была сожжена, разрушена и лежала в руинах. Для этого туда специально отправили архитектора, который должен был скопировать руины вплоть до каждой трещины. Даже надгробная плита, под которой находится подземный склеп, сделана так, что кажется, что она треснула. Но это тоже иллюзия. Я оказался неправ насчет мавзолеев. Я это говорил исходя из своего нью-йоркского опыта, где это действительно редко сейчас встречается. Но, видите, Новый Орлеан город особенный. И, видимо, здесь возможности хранить. Иначе ее просто нету. И поэтому здесь очень много мавзолеев новых. Это все новые мавзолеи. И они тут в каком-то огромном количестве. Еще есть мавзолеи, которые тоже до раньше не встречалось с каменной кладки. Вот это такое ощущение, что вообще из чугуна, если честно. Крашеный. Вот как делали дома с чугунными фасадами. Сейчас я выйду, посмотрю. Это чугунный фасад. Мавзолеи из чугуна. Первый раз такое вижу. Удивительно. Чудок не встретишь. Кладбище, похоже, католическое, потому что очень много итальянских. Реже попадаются ирландские фамилии. Но итальянцев очень много. Еще один чугунный. Еще одно чугунное надгробие. Вот оно. Как он будет видеть, если его не красить. Ironworks. Новый Орлеан. Надо сказать, что тоже достаточно редкая штука, когда мавзолей был построен из кирпича. Очень редко встречается. Он изящный, конечно, но боюсь, что кирпич так же недолговечен, как и многие другие материалы типа мрамора. И все начинает просто потихонечку вымываться и рассыпаться. Хотя, работа изящная. Если учесть, что это кирпичная кладка. Такое ощущение, что воронам не нравится мое присутствие. Они очень нервничают и за мной следят, куда я иду, туда они идут и летают пустяну вокруг. Такое ощущение, что как будто ворон охраняют души умерших от всяких путников, которых тревожит типа меня. Странно они себя ведут, правда. Я на кладбище такого не помню. Они реально летают вокруг меня и все время каркают. Больше ворон нигде нет. только вокруг, со всех сторон. Вороны вызвали подкрепление, по-моему. Что-то их очень много стало. Одним из самых известных захоронений на кладбище является могила Моралес Арлингтон, где когда-то была похоронена одна из самых известных мадам Ново-Орлеана. Джози Арлингтон, которая владела четырехэтажным элитным борделем в районе красных фонарей из Торивилл. Джози сама начинала как проститутка, но была достаточно умна и предприимчива, чтобы заработать достаточно денег и открыть собственное заведение, которое быстро стало известным на весь Ново-Орлеан. Джози прекрасно понимала, что ее профессия никогда не позволит ей стать частью городской элиты при жизни. Но кто сказал, что это невозможно сделать после смерти? В 1910 году Джози Арлингтон приобрела участок на кладбище Меттери за 2000 долларов и начала работу над своим собственным мемориалом. Местная общественность и по совместительству клиента Джози были, мягко говоря, в шоке от мысли, что им придется разделить одно кладбище со скандально известной владелицей борделя. На участке продавали всем, кто был готов за них платить, и работы над мемориалом начались. Она подписала контракт и за фантастическую сумму в 5500 долларов создала себе памятник, где лично проработала каждую деталь. После завершения строительства публика сразу же начала пытаться понять смысл дизайна гробницы. Одни рассматривали ее как символ жизни Джози в проституции. Кто-то утверждал, что красновато-коричневый границ символизировал квартал красных фонарей из истории вела, а огненные факелы символизировали выбранную ей профессию. Другие уверяли, что бронзовая женская статуя символизирует обреченную попытку девственности проникнуть в бордель Арлингтона. И какую мысль заложила в свой памятник, на самом деле мы уже никогда не узнаем. 14 февраля 1914 года Джози Арлингтон испустила последний вздох и была похоронена в созданной ей же самой могиле. Однако ей недолго пришлось наслаждаться ее удобствами. Всего через год наследники потратили все доставшиеся им состояние и вынуждены были продать не только особняк Джози, но и даже ее могилу. Покупателем стал адвокат Хосе Моралес. Под покровом ночи сотрудники Метери перенесли остатки Джози Арлингтон в отдаленное, неизвестное по сей день место на кладбище. Именно Громница было заменено на Моралес. И вскоре ее заняла почившая жена Моралеса и четверо его детей. Борьба за поместье Арлингтон и вывоз ее останков вызвали бурные дискуссии и заголовки в местных газетах. Все это привело к нездоровой популярности захоронения и тому, что на могиле Джози постоянно собирались люди. Через некоторое время на дороге, проходящей рядом с кладбищем, был установлен мигающий красный светофор. И толпа стала еще больше, поскольку красный свет отражался от красноватого гранита, создавая иллюзию, что могила горит. Кто-то сказал, что видел призрак Джози, ходящий по бывшему району красных фонарей. Бронзовую статую с могилы несколько раз находили в других местах кладбища. Чтобы сбить интерес публики, сначала от греха подальше убрали мигающий красный светофор, а потом на обратной стороне гробницы высекли крест. Все это помогло, но история Джози до сих пор вызывает интерес и привлекает гробницы, желающих узнать подробности этой истории. Такие встроенные подставки для цветов. Цветов уже давно-давно никто не носит. Дата смерти 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 22-й, самое позднее, 29-й год. Все итальянцы. Тут прямо целый алтарь сделали с фигурами позолоченными, с иконой, с делой Марии, я так понимаю, сидящей наверху. Тоже все итальянцы. Даже странно, что такую красоту не развандалили при всем том, что разбивают простые обычные надгробия. И еще одним интересным типом захоронений являются мавзолеи различных обществ и братств, которые были популярны в конце 19-го, в начале 20-го века. Люди становились членами различных объединений, которые могли быть благотворительными, профессиональными, религиозными, национальными и прочими. Все это ради помощи и социальной защиты. Они отчисляли небольшую сумму своего дохода, получая взамен поддержку, помощь врача и даже место на кладбище. Давайте я расскажу о таком типе на примере мавзолея общества графиня Энтеллина. Этот большой мавзолей является поистине удивительным сплавом народов и культур, которая была основана в 1886 году и состояла из прямых потомков арбреши или албанских переселенцев. Около 500 лет назад албанцы бежали от Османской империи и осели на Сицилии, где основали небольшой городок графиня Энтеллина, который существует по сей день. Албанцы ассимилировались, но удивительным образом сохранили язык, религию и свою собственную культуру. В 1861 году арбреши совершили вторую крупную миграцию в своей истории. Из-за социально-экономических проблем Италии того времени они покинули Сицилию и отправились в поисках светлого будущего в Америку. Основная часть этой миграции, которая насчитывала почти 3000 человек, приехавшись в Сицилию, был большой опыт работы в сельском хозяйстве. Они были крепкими, выносливыми и трудолюбивыми. После отмены рабства итальянцы считались единственными, кто мог полноценно заменить африканцев для работы на плантациях в полутропическом климате Оузианы. Освобожденные черные ехали на север в поисках менее изнурительной и более оплачиваемой работы, а их место занимали итальянцы, которые были готовы работать за копейки. Интересно, что долгое время южане не знали, к какой расе причислить смуглых сицилийцев и считали их переходным звеном от черных к белым, но ближе к черным. Иногда их даже называли белыми неграми. Бюро эмиграции США только подкрепляло эти заблуждения, классифицировав северных и южных итальянцев как представителей двух разных рас. У самих же южных итальянцев напрочь отсутствовали расовые предрассудки, и они без проблем жили и работали бок о бок с чернокожим населением. Черные, в свою очередь, не испытывали к итальянцам никакого расового уважения, не снимали перед ними шляпу и не называли мистер, как делали, обращаясь к белому человеку. От этого складывалось соответствующее отношение к ним в обществе, которое подогревалось стереотипами, тиражируемыми американской прессой. Она называла итальянцев дикими и невежественными, а также обвиняла их в том, что они неисправимые преступники, представляющие опасность для наций. Все это приводило к тому, что приехавшие в Америку итальянцы попадали в те же журнала, что и черные. К примеру, в случае, если итальянец совершал преступление против белых, то его могли линчевать, как и чернокожего. Самый громкий случай случился в Новом Орляне в 1891 году, когда после убийства местного шерифа Дэвида Хеннесси толпа линчевала 11 итальянцев, обвиненных в этом преступлении и заключенных под стражу в городскую тюрьму. Обвинение строилось на предсмертных словах шерифа и ни на чем более. Он не мог описать нападавших, но был уверен, что это были итальянцы. Если бы дело касалось черных, то вся эта история суда линча скорее всего бы растворилась в потоке сотен подобных преступлений. Но тут к делу подключилось итальянское правительство, которое потребовало провести полноценное расследование, наказать линчевателей и выплатить компенсации их жертвам. Когда правительство США отказалось, то Италия отозвала своего посла. В итоге ситуацию пришлось исправлять президенту США Бенджамину Харрисону. В рамках усилий по ослаблению напряженности в отношениях с Италией и умиротворению американцев итальянского происхождения он объявил в 1892 году первое общенациональное празднование Дня Колумба, посвященное 400-летию высадки итальянского мореплавателя в новом свете. Так в Америке появился главный итало-американский праздник. В итоге жертвам суда линча были выплачены компенсации, а сами итальянцы со временем стали полноценными членами американского общества. Еще благодаря делу об убийстве Хеннесси американская общественность впервые узнала о существовании мафии. Но вернемся к Арбреше. Переехав в Америку они снова начали ассимилироваться, но по-прежнему пытались сохранять культуру, язык и веру. Общество графини Интеллина помогало всем Арбреше найти в Америку новый дом. Они искали эмигрантам работу, защищали их в судах, обучали языку и устраивали пикники. Для членов общества даже был построен мавзолей на самом престижном городском кладбище. С начала нового курса Рузвельта роль организации подобных графини начала освобивать. За социальную защиту граждан наконец завелось государство и им больше не нужно было объединяться для решения своих проблем. Прошло еще сто лет и сегодня членов общества графини Интеллина осталось около ста человек. Большинство из них уже глубокие старики. Они собираются каждый день на кладбище, но думаю, что состояние мавзолея очень хорошо иллюстрирует состояние их общества. Арбреше смогли 500 лет сопротивляться итальянской культуре, но американская растворила их всего за сто. Потомки не смогли устоять перед плавильным котлом и сейчас стали обычными американцами. Мавзолеи же, призванные сохранять единство даже после смерти членов, потихоньку разрушаются и интересно лишь таким странным туристам, как я. Я читал, что на кладбище тут проблема с доступом из-за того, что очень много вандализма. Я уж не знаю, почему в этом городе живет большое количество вандалов кладбищенских. 1885 год. Но вот здесь чьи-то могилы тоже и могилы. Они даже пронумерованы, смотрите, нету даже имен, что интересно по непонятным причинам. Древний-древний замок висящий, уже заржавевший. да, они здесь, видите, кто-то это все ломает, выбивает, непонятно зачем. Может быть, какие-то ценности ищут, и потом приходится все это закрывать. Оно там внутри тоже замуровано, но легче от этого не становится, конечно. человек номер 17 остался в итоге в истории. Наверное, имена где-то есть, но где они? На могиле традиционно оставляют монетку, чтобы ублажить душу умерших откупиться откупиться. Музыка 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 после такой прогулки, если честно. Тем более одиноко ведущих, и не на машине. Все на машине приезжают, здесь никто не ходит. Еще никогда не встречал, чтобы ставили вот такие дополнительные камни. Видимо, какой-то прах захоранивали, может быть, после кремации, хотя шрифты такие, что вряд ли это была кремация в те времена. В общем, написано сбоку отец, умер в мае, умер в сентябре. А кто еще умер, я не знаю. Человек два раза умереть же не мог. Все, что осталось от человека, это выцарапанная в цементе дата его смерти, наверное, 1936 год. Впрочем, от некоторых даже этого не осталось. После Великой депрессии мода на роскошные мавзолеи и вычурные сохранения резко закончилась. Как закончились состояния многих потенциальных клиентов кладбища. Кто-то еще продолжал строить дорогие сооружения, но их архитектура с каждым годом становилась все проще, а отделка все дешевле. Отношение к смерти и к тому, как должны выглядеть кладбища, изменилось в очередной раз. Сегодня большинство предпочитает не захоронение в земле, а кремацию. Мавзолеи строят, но они стали выглядеть стандартно, и один мало отличается от другого. Цены на них начинаются тратить деньги и увековечивать память другими способами. Несмотря на музейный вид и историческую атмосферу, кладбище является частной собственностью. И не просто частной, оно принадлежит огромной кладбищеской корпорации Service Corporation International, которая является крупнейшим в стране поставщиком похоронных услуг. SCI владеет, управляет более чем полутора тысячами похоронных бюро и 400 кладбищами по всей стране. Штат сотрудников компании составляет 20 тысяч человек, а годовой доход равен 4 миллиардам долларов США. Смерть приносит SCI 800 миллионов долларов чистой прибыли ежегодно. Ну а теперь информация для тех, кому интересно, как устроены захоронения в Новом Орлеане. Быстрый рост города, эпидемии и сложность с обустройством обычных кладбищ привели к тому, что в Новом Орлеане появились склепы-печи. Большинство склепов на старых кладбищах относятся именно к такому типу. Это отдельно стоящее сооружение с одной или несколькими ячейками, построенные из кирпича и облицованное камнем. Тело помещали в ячейку и благодаря очень жаркому и влажному климату, а также конструкции склепа, которая работала как печь, нагревающая тело внутри, оно разлагалось довольно быстро и через год от него оставались только кости. Их перемещали в отделение в самом низу, а в ячейку можно было помещать новое тело. Через год операцию повторяли. Это давало возможность захоронить в одном склепе большое количество людей. Имя каждого выбивали на крышки или ставили в виде дополнительной мраморной таблички. Такая технология позволяла хранить большое количество людей на достаточно маленькой площади и использовать один склеп в множество раз. Для небогатых людей такой вид захоронения был удобным и доступным. Различались лишь сами склепы, их отделка и местоположение. У бедных были совсем простые из кирпича или отдельная ячейка в многоместном колумбаре. Люди побогаче уже могли себе позволить отдельный семейный мавзолей с небольшим участком и мраморную или даже чугунную облицовку. Самая большая проблема была у еврейской общины, так как, согласно Торе, хранить умершего надо в земле. Чтобы решить эту проблему, обустраивали могилу над землей, создавая из камня что-то типа фундамента, который потом заполняли грунтом. Так же поступали приехавшие в Новый Орлеан ирландцы, которым не нравилась технология склепов печей. Там внутри стоит гроб, если кому-то интересно. Вот он. То есть это человеческие останки. Вот еще и дочь пошел на дополнение этому всему настроению кладбическому. мне кажется, что кладбище это такое место, где очень хорошо видно, что нет ничего вечного. Даже смерть не вечна, что самое интересное. Даже смерть когда-нибудь превратится в пыль. И от вас не останется даже никаких следов. Не то, что камней могильных, вообще ничего. Станете частью планеты, превратитесь во что-то другое. Но попытка зацепиться за вечность, она не сработает. Ну, может, тут Татанхамона получилось, у кого-то, кто строил пирамиды, кто еще из тех времен дошел до нас в принципе. Остаться могут только ваши дела скорее, дольф, чем ваши останки бренные и надгробные камни. Вот дела могут жить очень долго. К сожалению, правда, как плохие, так и хорошие. Продолжение следует... Огромное спасибо, что досмотрели, огромное спасибо, что путешествовали сегодня со мной по Новоорлеанскому кладбищу. Я знаю, что эта тема подходит не всем, но я к ней еще обязательно вернусь и расскажу вам о других прекрасных американских кладбищах. Мои любимые находятся в Нью-Йорке, в Бруклине и в Бронксе. Отдельное, гигантское, нереальное спасибо всем, кто поддерживает канал. Мой традиционный большой респект этим крутейшим людям, благодаря которым я могу совершать путешествия и выпускать ролики. Если вам нравится то, что я делаю, если вы хотите поддержать выход новых видео, то вся необходимая информация есть в описании. По ссылке можно сделать одноразовый донат, кредитной картой, PayPal или криптой, но самый крутой формат оформить ежемесячную подписку на сайтах Boosty, Patreon или на самом YouTube. Для подписчиков я выпускаю расширенные версии своих роликов, а также прогулки, которые не выкладываю на YouTube. Если вы хотите следить за моим переездом, узнать больше, увидеть анонсы новых роликов или пообщаться в чате, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него также есть в описании. Еще раз огромное всем спасибо, надолго не прощаюсь, скоро увидимся в других городах-штатах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok